Книга «Открытым оком» 2-й том, вопрос 790, взаимоотношения. «В правилах святых отцов есть что-нибудь по поводу перемены своего духовного отца без уважительной причины, не из-за смерти его, а просто из-за обиды на него?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В нашей книге «К истинному православию» в главе «Отцы и дети» дается разъяснение, что об этом не следует даже помышлять. Как в нашей жизни, если нас отец обидел, мы же не вяжем к соседу, чтобы он нас усыновил. Обида в человеке является очень сильным свидетелем мертвенности, невозрожденности души. Это тяжелый панцирь, железобетонная плита на могильного склепа, которую человек сам на себя надвигает. Святые отцы советуют брать себе такого наставника, учителя и духовного отца, строже которого нет во всей вселенной. Чем суровее сегодня, тем надежнее в день смерти, исхода из этой жизни. Духовный отец в подлинном, буквальном смысле, только тот, через которого ты уверовал во Христа, кто родил тебя чистой евангельской проповеди, благовестием. А остальные, так называемые «отцы», которым ходим на исповедь, это условные отцы, наставники. А в большинстве случаев сегодня просто наемники, требоисполнители. 1 Коринфянам 4,15 «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». 1 Коринфянам 4,15